Здравствуйте! В эфире новости ТМК. В студии Полина Угрюмова. На заводах трубной металлургической компании с 1 по 8 октября впервые прошла «Неделя здорового сердца». Акция стала частью программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которая реализуется на предприятиях ТМК с начала текущего года. Но по НТЗ неделя стартовала с акции «10 тысяч шагов к жизни». К мероприятию присоединились более 60 металлургов и ветеранов предприятия. Нанная акция очень полезна. Она направлена на укрепление нашего здоровья, привлечь внимание к занятию спортом, вести здоровый образ жизни. Очень правильная, нужная акция. Поэтому, конечно, принимаем участие всей семьей. Сотрудники по НТЗ прошли полтора километра по тропе здоровья на корпоративной базе отдыха «Сосновый бор». Участники идут по тропе здоровья, измеряют давление, отвечают на загадки, которые связаны со здоровьем, выполняют упражнения, дышат воздухом. А активная ходьба, и тем более с друзьями она повышает настроение. Дополнительным стимулом служит занятие спортом вместе с коллегами. Акция такая, это очень здорово на самом деле. Есть возможность поучаствовать, показать себя, проявить себя, посмотреть, как люди это делают, на каком ты являешься уровне среди них. Сама норма «10 тысяч шагов» в день изначально появилась после рекламной кампании «Шагомера» в Японии еще в 1965 году. В переводе с японского это название дословно и означает «счетчик 10 тысяч шагов». После того, как это стало общепризнанной нормой, ученые установили, что такой уровень физической активности помогает сохранить здоровье и держать себя в форме. Однако это не панацея, и лучше не забывать о физкультуре и спорте. На заводах ТМК одной ходьбой действительно не ограничиваются. На ЧТПЗ, где также прошла неделя здорового сердца, помощник руководителя Ирина Пономарева активная участница заводских спартакиад. Спортом она занимается уже более 10 лет, пользуясь возможностями, которые предоставляет предприятие. А ее примеру следуют другие работники ЧТПЗ. Я не только участвую, я еще очень много сотрудников привлекаю поучаствовать в различных видах спорта. Это на самом деле мне очень интересно, потому что, когда ты занимаешься одним видом спорта, очень интересно попробовать себя в чем-то новом. А тут еще такая возможность компания предоставляет. Мастер участка трубоволочильного цеха номер 2 Синарского трубного завода Александр Белоносов благодаря занятиям спортом за последние полгода похудел на 41 килограмм. В этом ему помогла и другая акция ТМК «Тарелка здоровья». Я правильно питаюсь, я не использую ни мучное, ни сладкое, ни майонез, ничего такого жирного я не употребляю уже на протяжении полугода. Также не так давно появилась «Тарелка здоровья» на Синарском трубном заводе. Постоянную беру каждый обед, это так и есть. По мнению руководителя направления социального менеджмента Светланы Чертополоховой, компания уделяет большое внимание здоровью сотрудников. Одним из мероприятий «Недели здорового сердца» стал восьмидневный челлендж в МОБИ-ТУЮ. Условиями челленджа были отказ от вредных привычек, ежедневный контроль артериального давления и пульса, включение в рацион салата из сезонных овощей с безмайонезной заправкой «Наша тарелка здоровья», а также повышенная физическая активность, тема ЗОЖ сотрудникам интересна, а профилактика сердечно-сосудистых заболеваний посильна. «Неделя здорового сердца» также прошла и на других заводах компании. Сотрудники, которые в это время ответственно следили за своим здоровьем, получили возможность выиграть путевку в один из корпоративных санаториев. Победительницей стала начальник лаборатории материалов и покрытий труб ЧТПЗ Анна Мантрова. Режиссер Федор Бондарчук и путешественник Федор Конюхов после премьерного показа картины посетили Челябинский трубопрокатный завод. Гости пообщались с челябинскими металлургами и сходили на экскурсию в цех «Высота 239». Подробности в сюжете Анастасии Алешиной. Визит гостей начался с экскурсии в цехе по выпуску трубы большого диаметра «Высота 239». После нее Федор Бондарчук и Федор Конюхов ответили на вопросы металлургов, рассказали о своих последних работах и раздали автографы на касках, фотографиях и плакатах. А Бондарчук оказался в роли помощника начальника смены Николая Кораблева. По мнению режиссера, цех «Высота 239» мог бы служить отличной площадкой для новых кинематографических проектов. Фильм о производстве, о человеке труда всегда востребованный. Посмотрите, какая прекрасная натура. Я южный сервизионер, конечно, это абсолютно фантастическая площадка. Не надо ничего переделать, надо снимать именно про человека труда и про его историю. Федор Конюхов со своей стороны предложил необычную идею построить батискаф из трубы большого диаметра. Только мы приехали к вам на завод, мне сразу понравилось, я же художник еще, что завод очень красивый. Трубы я начал присматривать, что я говорю, плод строить. А вот эта большая труба, я начал, что батискаф можно построить. Так что давайте будем вместе готовить батискаф к погружению в Марианскую упадину. Там я еще не бывал. По традиции гости оставили пожелания металлургам, а те, в свою очередь, подарили им именные каски. Завершилась встреча совместной фотографией, которая займет почетное место в обширной коллекции цеха. За 13 лет на высоте 239 побывали многие деятели культуры. Анастасия Алешина, новости ТМК. В Щелябинске прошла благотворительная акция хоккейного клуба «Трактор», который поддерживает трубно-металлургическая компания и фонда «Подарок ангелу». Приурочена она к Международному дню ДЦП. Хоккеисты Челябинского клуба и его соперника Салавата Юлаева вышли на лед в свитерах с рисунками детей, которые борются с тяжелым заболеванием. Номера игроков, фамилии, а также аббревиатура ТМК были написаны доброшрифтом. Состав команды на игру представили в формате детских рисунков, а перед стартом матча показали сказку с талисманом команды «Белым медведем». Добрым будь, умей терпеть, сможешь все преодолеть. После матча в фойе арены прошел благотворительный аукцион, на котором собрали 425 тысяч рублей. Средства передали в фонд «Подарок ангелу». Они пойдут на поддержку детей с церебральным параличом. Другой проект, посвященный детям, ученикам 8-9 классов, стартовал в Таганроге. Там на базе техникума машиностроения и металлургии «Тагмет» запустили профориентационную программу «Моя первая профессия». Суть проекта – помочь ребятам обрести начальные навыки, касающиеся рабочей специальности. Школьники могут выбрать три профессии для изучения – слесарь-ремонтник, оператор станков с программным управлением и электромонтер. Важно понимать, что обучение в проекте не будет скучным и формальным. Конечно же, будут и классические занятия, но в большей степени, особенно в начале вхождения в сам проект, занятия будут проводиться в форме игр, квестов, интерактивов, ну и других разных современных активностей. Занятия под руководством опытных преподавателей будут посвящены технологическим процессам, изучению оборудования и инструментов, а в конце обучения школьники будут сдавать экзамен. Главная задача проекта – помочь им в выборе профессии. Я встречался с ребятами, мы общались, ребятам стало очень интересно понять, что такое слесарь, что такое оператор ЧПУ, что такое электрики и другие профессии изнутри. И вот благодаря этому проекту ребята смогут понять, разобраться в азах профессии, чтобы через два года, а проект рассчитан на два года, через два года ребята будут четко понимать, твое ли это дело или не твое дело. Участие в проекте принимают 42 школьника. Занятия для них бесплатные, все расходы возьмет на себя Тагмет. На Волжском трубном заводе после ремонта открылась квест-комната, где мастера и руководители подразделений смогут проверить свои знания по охране труда и промышленной безопасности. Во время прохождения специального маршрута работники должны выявить нарушения, аналогичные тем, что могут быть на производственных участках. В своем подразделении глаз замыливается, как говорится, да? А когда приходишь сюда, ты видишь уже по-новому как-то эти нарушения, и придя на место на рабочее, пройдя по своему участку, ты уже обратишь на это внимание. Всего на прохождение квеста дается 40 минут. После этого сотрудники могут вернуться в свой цех и применить полученные навыки на рабочем месте. Сами работники ВТЗ отмечают, что такие нарушения, как в квест-комнате, действительно устраняют в цехах. Все это реально, все это бывает, все это устраняем, выявляем, ну и лишний раз себя проверить. По словам начальника литейного цеха ВТЗ Александра Лимонова, такие тренажеры вырабатывают привычку следить за безопасностью и у себя на станках. Так скажем, выработка каких-то рефлексов, уже человек будет понимать, что он не просто проходит мимо станка, да, а должен посмотреть и вспомнить, да, я же был в квест-комнате, а вот так было, а у меня на станке так. На ВТЗ уделяют пристальное внимание охране труда. Уже сейчас на заводе приступили к разработке квест-комнаты для машинистов-кранов и квест-пролета. Там же на ВТЗ трубопрессовый цех номер 2 в рамках программы операционной эффективности предложил использовать отработанные оправки непрерывного стана трубопрокатного цеха номер 3 как исходный материал для производства игл-прессов. Оправки диаметром 180-220 мм режут на заготовки, а затем передают для обработки в механический цех ВТЗ. Разработчики этого предложения – мастер Артем Рябых и инженер Ирина Голубко. Приняли решение через пресс 5500 методом пресса сделать внутренние втулки, точнее заготовку под внутреннюю втулку. Создали программу, отпрессовали, у нас получилось 8 штук заготовок. В дальнейшем родились следующие идеи. Также прессовать на малом прессе пруток для дальнейшего изготовления иголок. Как на большой пресс, так и на малый. Благодаря инициативе за 7 месяцев завод сэкономил более 3 миллионов рублей. В баллонном цехе Первоуральского новотрубного завода установили новый насос. Он подает воду на обкатные машины, которые формируют горловину и днище баллона. Также при помощи нового оборудования вода поступает в цех для гидроиспытаний продукции на прочность. Такой насос подает на агрегаты около 120 кубометров воды в час. Новое оборудование требует меньше времени на обслуживание, а также работает тише, чем насос предыдущего поколения, что делает работу оператора компрессорной станции комфортнее и безопаснее. На модернизацию завод потратил 9 миллионов рублей. Приобретение данного насоса является значимым событием для второго цеха. После замены мы ожидаем получить более стабильное давление в гидросистеме. Для сравнения, вода, которая используется для бытовых нужд порядка 4 атмосфер, данный насос выдает порядка 85 атмосфер. А в финишном центре по производству труб нефтяного сортаментом ПНТЗ на электромостовом кране установили 4 камеры в зонах ограниченной видимости. Камеры обеспечат полный обзор при перемещении труб, частей оборудования и других грузов. Машинисты теперь могут видеть картинку с одной, двух или четырех камер одновременно. А значит, они смогут эффективнее выполнять свою работу. Работаем мы по сигналам стропольщика и сигнальщика. Это единственное, на что мы можем действительно ориентироваться. С появлениями камер у нас больше доступа к видимости. Мы сами можем контролировать всю свою работу. Стропольщики, которые работают вместе с машинистами, кранов отмечают. После установки камеры они стали чувствовать себя безопаснее на своем рабочем месте. Да, чувствую себя более увереннее с камерами, так как радиус обзора камеры, он гораздо больше, чем... Если бы крановщица была без камер, чувствую себя увереннее и безопаснее. Ну и работа легче, конечно, из этого установить. Проект по оснащению кранов камерами на ПНТЗ будет продолжаться. До конца 2023 года они появятся еще на нескольких кранах в основных цехах. Для этого завод уже выделил более 6 миллионов рублей. Это были новости ТМК. Все выпуски доступны в приложении ТМК Медиа и на сайте компании. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова